МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Подарок от мэра к новому учебному году. Дистанционное обучение. Доводы за и против. Паралимпийское золото. Воронежскую копилку. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Район Стейтен-Айленд в Нью-Йорке был затоплен в среду после того, как остатки урагана Ида затопили улицы по всему городу. На кадрах видно, как спасательная команда приближается к общественному автобусу, окруженному паводковыми водами, освобождая пассажиров одного за другим и доставляя их в безопасное место. Сильные дожди побудили Национальную метеорологическую службу выпустить первое в истории предупреждение о внезапных наводнениях в Нью-Йорке. Мэр Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение незадолго до полуночи, заявив, что город переживает историческое погодное событие с рекордным дождем и жестоким наводнением. Весь штат Нью-Джерси также находится в состоянии чрезвычайного положения. Великобритания. Активисты восстания и вымирания прошли маршем в сторону Трафальгарской площади в Лондоне в среду. Протестующие выразили свою озабоченность политикой в области климата и будущем планеты. «Я здесь, потому что я действительно забочусь о будущем планеты, особенно потому, что мои дети, мои внуки будут жить на планете, и мы просто идем неправильным путем в решении наших проблем», – сказал один протестующий. Среда стала десятым днем двухнедельной акции движения. Канада. Сотни демонстрантов собрались возле Королевского парка в центре Торонто, когда премьер-министр канадской провинции Антарио объявил о создании системы сертификатов на вакцины. Митинг также проходил мимо больницы общего профиля, где происходили столкновения с местными медсестрами и демонстрантами. Греция. Десятки людей собрались в на акцию протеста в Солониках в среду, после того, как медицинские работники были отстранены от работы из-за игнорирования правительственного срока для вакцинации против COVID-19 к 1 сентября. Сирия. При посредничестве Москвы соглашение о прекращении огня между сирийской армией и боевиками оппозиции вступило в силу в районе Дараа-Аль-Балат после развертывания российской военной полиции по всей провинции в среду. Некоторых боевиков можно было увидеть внутри одного из специализированных центров. Они передавали оружие и подписывали документы в рамках сделки. Перемирие было достигнуто во вторник вечером после нескольких дней ожесточенных столкновений в этом районе. В соответствии с соглашением, сирийская армия при поддержке российской военной полиции, как сообщается, будет размещена в четырех пунктах, в то время как боевики передадут оружие в обмен на пребывание по соседству. Иран. На одном из своих первых заседаний Кабинета министров в Тегеране президент Ирана Ибрахим Раиси обсудил ситуацию в Афганистане, заявив, что присутствие американских войск всегда играло пагубную роль в любом регионе, в котором присутствовал Вашингтон. Соединенные Штаты не создают безопасность ни в одном регионе, они повсюду подрывают безопасность стран и безопасность регионов, сказал Раиси, обращаясь к своим министрам. Его заявление последовало за окончательным выводом американских войск из Афганистана после 20-летнего присутствия. Словения. Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Европейский союз пересмотреть свои нынешние роли в области безопасности и обороны, выступая на стратегическом форуме в Бледе в среду. Он сказал, что Европе необходимо оценить свое положение в мировой политике. Нам не нужно еще одно подобное геополитическое событие, чтобы понять, что Европейский союз должен стремиться к большей автономии в принятии решений и большей способности действовать в мире, сказал он. Мы должны открыто и трезво взглянуть на новый этап в развитии потенциала коллективной безопасности и обороны, особенно после афганского кризиса. Президент США Джо Байден объявил об окончании эры внешней политики США во время речи о выводе американских войск из Афганистана, состоявшейся во вторник в Вашингтоне округ Колумбия. Когда мы переворачиваем страницу внешней политики, которой руководствовалась наша нация последние два десятилетия, мы должны учиться на наших ошибках, сказал он. Это решение по Афганистану касается не только Афганистана. Речь идет о том, чтобы положить конец эпохе крупных военных операций по переделке других стран, добавил он. Польша. Военнослужащие и государственные служащие усилили безопасность на пересечении границы Польши с Белоруссией в среду, поскольку правительство Польши планируют ввести чрезвычайное положение, чтобы остановить приток мигрантов. На месте можно было заметить значительное присутствие военных и полицейских, которые протянули колючую проволоку вдоль польской стороны границы. Дополнительные военные палатки и грузовики были развернуты рядом со строительной площадкой. В последние месяцы на польской границе тысячи ближневосточных мигрантов незаконно въехали в Европу из Белоруссии. Беларусь. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вывод американских войск из Афганистана потерпел фиаско. Лукашенко сделал эти замечания во время рабочего визита в Бобруйск в среду. Белорусский президент также отметил, что США, по-видимому, бросили свою военную технику в Афганистане. Новости о России. Это было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что население было бы сейчас под 500 миллионов человек. Президент России Владимир Путин заявил, что миссия США в Афганистане дала нулевые результаты во время встречи с воспитанниками Национального детского центра «Океан» во Владивостоке в среду. Американские войска находились там в течение 20 лет и в течение этого периода пытались цивилизовать местных жителей. Это можно сказать, не обидев никого. По сути, они пытались навязать свои собственные нормы и стандарты жизни в самом широком смысле этого слова. Это также касалось политической организации общества. Каковы результаты? Это не означало ничего, кроме трагедии, жертв и потерь для Соединенных Штатов, а тем более для людей, живущих в Афганистане. Это равно нулю, если даже не меньше нуля, подчеркнул он. Путин также заявил, что необходимо помогать местным жителям и ждать, пока ситуация созреет, так как навязать. Что-либо извне невозможно. Да, это можно и нужно делать цивилизованно, тщетно и медленно, поддерживая позитивные тенденции. Нужно набраться терпения, добавил он. Кроме того, в ходе встречи президент обсудил со школьниками историю России. Цифровые технологии широко и прочно вошли в нашу жизнь, а для детей стали ее естественной, неотъемлемой частью. И такое впечатление, вы знаете об этом лучше, чем я. Президент России Владимир Путин заявил, что считает безопасность детей в интернете задачей национального характера. Об этом глава государства сообщил в среду на церемонии подписания добровольных обязательств компаниями-учредителями Российского альянса по защите детей в цифровой среде. Содержание виртуального цифрового пространства имеет важнейшее значение и для благополучия, и для безопасности наших детей. В этой сфере они должны быть надежно защищены, сказал он, призвав общественности представителей бизнеса занять активную позицию по данному вопросу. Российский лидер подчеркнул, что онлайн-пространство должно быть наполнено позитивным просветительским материалом и предложил привлекать к созданию креативных решений ведущие образовательные центры и общественные объединения. Кроме того, президент выразил надежду на привлечение глобальных цифровых платформ к совместной работе по защите детей в интернет-среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских, добавил Путин. Премьер-министр России Михаил Мишустин задал учащимся физико-технического лицея имени Капицы математическую задачу, которую те не смогли решить. Глава правительства пообщался с 11-классниками в ходе своего визита в Долгопрудный в среду. Премьер-министр предложил школьникам провести перпендикуляр от точки, окружности к диаметру без использования измерительных приборов. Некоторое время учащиеся предлагали свои варианты решения, однако справиться с заданием им так и не удалось. Позднее Мишустин самостоятельно продемонстрировал решение задачи. Премьер-министр подчеркнул, что наиболее важными являются фундаментальные знания и пожелал школьникам удачи в учебе. В ходе своего визита Мишустин также осмотрел здание лицея и посетил несколько других уроков. В день знаний школа номер 10 подмосковного города Ногинска провела торжественную линейку для учеников и их родителей. На кадрах видно, как первоклассники вместе с учителями входят в холл в стиле модерн, украшенный лепниной и майоликовым расписным фризом. Здание, где сейчас находится средняя общеобразовательное учреждение было построено в 1908 году. Тогда в нем располагалось двухклассное училище при Богородско-Глуховской мануфактуре Арсения Морозова. В 1914 году после образовательной реформы училище стало восьмилетней школой, а в 1935 году – десятилетней. Новости нашего региона. В этом учебном году первый звонок прозвенел в 120 воронежских школах. В одной из них побывал глава Воронежа Вадим Кстенин. Торжественная линейка для учеников первых и одиннадцатых классов гимназии имени Алексея Кольцова запомнится надолго. Мэр Вадим Кстенин лично поздравил ребят с началом учебного года, а также передал директору гимназии сертификат на нужды школы на 100 тысяч рублей. Поздравляю всех с Днем Знаний, с началом нового учебного года. Нашим малышам хочу пожелать, чтобы школа стала для них вторым родным домом, чтобы наши малыши нашли верных друзей, с которыми плечо к плечу будут идти по жизни. Нашим старшеклассникам желаю хорошо закончить учебный год, сдать экзамены и поступить в те учебные заведения, туда, куда вы сами задумали. В свою очередь с ответным пожеланием в адрес градоначальника обратилась первоклассница Софья Володина. Обратиться я хочу к Вадиму Юрьевичу и хочу вам пожелать гордым руководить на пять. Всего в этом учебном году в школы, гимназии и лицеи пошли более 115 тысяч воронежских школьников. Все мероприятия прошли согласно требованиям регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Галина Жукова, 41-й канал, при содействии Пресс-службы Воронежской городской администрации. По данным, на 2 сентября в регионе за сутки выявили коронавирус у 467 воронежцев. Это число растет третий день подряд. Всего за все время пандемии заразилось 119 493 человека. Воронежская область находится на седьмом месте по числу заболевших за сутки среди регионов и России. На сегодняшний день болеют ковидом 265 человек. Выздоровело 184 человека. Умерло 18 человек. В городе пришлось отменить или перенести ряд массовых мероприятий. Врачи напоминают, что даже после выздоровления болезнь может повлечь ряд последствий. Среди них изменение психологического и неврологического состояния. Поэтому медики рекомендуют воронежцам при малейших недомоганиях обращаться за помощью. Дарья Елфимова, 41 канал. 1 сентября 17 миллионов учащихся сели за партой российских школ. Родители воронежских школьников встретились с журналистами 41 канала, чтобы поделиться своими опасениями. Речь идет о внедрении в школах Воронежа и области цифровой образовательной среды. Что это означает на деле? И при чем здесь дистанционное обучение? В теме разбиралась Галина Жукова. Именно пандемия коронавируса ускорила процесс внедрения цифрового обучения в школах и, как следствие, переход учащихся на дистанционку. Всего несколько месяцев такой учебы стали для детей и родителей весьма показательными. Но, увы, не в плане знаний. Поскольку мы прошли какой-то период этого обучения, и все мы увидели, что это достаточно влечет за собой определенные минусы. Минусы в том, что дети неактивны, дети могут хитрить, они могут выключать камеры, учитель их не видит. Внедрение цифровой образовательной среды, которое нам пытаются выдать за благо, означает, что ребенок большую часть времени будет проводить за компьютером. Вместо книг – электронные учебники, аудио и видеоматериалы. Выполнение заданий не в тетради, а опять же в электронном формате. А вот как это скажется на здоровье и психике детей, сторонников внедрения цифрового обучения в школах волнует меньше всего. Я бы не хотела, чтобы мой ребенок за компьютером проводил все время свое в школе, а потом изучал уроки дома, опять за компьютером. Почему вы против него? Компьютер плохо влияет на ребенка, очень плохо. Это зрение, внимание, движение, отсутствие движения, ну и так далее. А между тем, на реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в Воронежской области выделено почти 227 миллионов рублей. Его реализация запланирована включительно до 2024 года. Сторонником такого обучения в России является небезызвестный Герман Греф, который, в словах, недавно посетил Воронеж. В этом году уже, я точно знаю моих знакомых, в северном районе ребенок идет в такой класс, где не будет тетрадей, а будут компьютеры. И каждый ребенок занимается в школе за компьютером. Это вот как раз Греф ввел наш Центробанк, да, или как там правильно сказать, наш Сбербанк, да, спонсировал такую программу, она уже вводится. Власти рапортуют, что цифровое обучение позволит учащимся и учителям идти в ногу со временем с передовыми технологиями. Воронежская область оказалась одной из первых, где решили опробировать цифровую образовательную среду на всех уровнях школьного обучения. Несмотря на то, что 1 сентября занятия в школах прошли в обычном формате, переход на дистанционку в этом учебном году никто не исключает. Как это будет все происходить? Уже опубликовано, было опубликовано это еще 23 августа, неделю назад, что уже доп. образования с 1 сентября до 1 октября уходит на дистант. Вот так это все и будет. А решит это оперштаб области. А в оперштаб области кто у нас ходит? У нас там нет ни одного врача, понимаете? У нас там есть только чиновники регионального уровня и все на этом. По словам родителей, для оперативного штаба руководством к действию являются лишь цифры статистики. Оперштаб не решает по медицинским показаниям голые, сухие цифры. А мы знаем, что статистику сейчас правят так, как надо. Власти каждый раз заявляют, что переход на дистанционную форму обучения – это мера вынужденная. А между тем, о внедрении цифровой образовательной среды в отдельно взятом регионе речь шла еще 5 лет назад. Просто детей приучают с детства общаться с каким-то этим искусственным интеллектом и не учиться, не творить, не решать задачи, не отвечать на какие-то вопросы, а тыкать на кнопочки. Вот зачем это ИГ ввели? Это не думать. А вы мне скажите, как Задорнов еще говорил, скажите варианты ответа, я угадаю. Но с таким знанием у нас будут только рисованные ракеты. Вместо учителя, живого общения, искусственный интеллект. Робот будет оценивать знания ребенка и давать индивидуальные задания. Такая перспектива недалекого будущего, которая еще недавно казалась фантастикой, уже не за горами. Советская система образования, ставшая примером для многих стран мира, сегодня основательно забыта. Образование было поэтапное. Начиная от палочек, постепенно-постепенно детей учили самостоятельно думать. А сейчас самостоятельно думать детей не учат, их учат. Просто выбирать из предложенных вариантов. Сегодня в образовании все чаще звучат слова «не знание, а услуга». Тренд задают мировые IT-корпорации, для которых главное извлечь из всего максимальную прибыль. А вот знания, если и будут даваться, то исключительно для избранных. По принципу «хочешь иметь достойное образование – плати деньги». Один будет обучаться карате у мастера, который побеждал на чемпионатах мира, у конкретного практика. А другой будет обучаться вот этих компьютерных игрушках. Ну вот как у нас сейчас вот эти мультфильмы нам про ракеты показывали. Раньше они у нас настоящие были. А сейчас у нас танк один новый не могут провести. Вот наше образование. Он горит, позорящий на весь мир, на параде победы. Вот куда мы пришли. Согласно проведенному независимому опросу, большинство родителей против внедрения в воронежских школах цифровой образовательной среды. До сих пор нет никакого анализа, насколько это эффективно будет, полезно для наших детей, не вредно для здоровья как минимум. И против всех новшеств, которые делаются за спиной у родителей. Но похоже, что мнение родителей для наших чиновников малоинтересно. Куда важнее реализовывать проекты, спущенные сверху. Галина Жукова, Алексей Ильин, 41 канал. Воронежская спортсменка взяла золото Паралимпиады. Это уже четвертая медаль в активе Дарьи Пикаловой на играх в японской столице. Губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил Дарью с блестящим завершением личных выступлений на Паралимпиаде. Пикалова выступала в категории спортсменов с нарушением зрения. Ей наконец-то покорилось звание паралимпийской чемпионки смешанная эстафет 4 на 100 метров вольным стилем. Также Дарья взяла серебро на 100 метровке. Она боролась за золото до последнего, но все же уступила спортсменке из Бразилии. Ранее спортсменка Воронежской области завоевала в Токио бронзу и серебро на 100 метровке на спине. Дарья – многократная чемпионка мира и Европы. Всего за несколько недель до соревнований Дарья Пикалова переболела ковидом. Болезнь вызвала проблемы с дыханием, но Дарью это не остановило. Она легко преодолела все трудности. На праздничный салют в день города Воронежа потратят более 2 миллионов рублей. В этом году город воинской славы отметит свое 435-летие 12 сентября, несмотря на пандемию коронавируса. Крупное мероприятие пройдет с соблюдением противоковидных мер безопасности. Такое решение приняли в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом во вторник 31 августа. Праздничный салют обойдется городским властям в 2 миллиона 185 тысяч рублей. Площадь Ленина и Адмиралтейская, а также Кольцовский сквер станут тремя основными площадками для запуска салютов. Праздничная программа в этом году будет несколько отличаться от традиционной. Например, ежегодные концерты, развлекательные мероприятия на Адмиралтейской площади отменили. Проспект Революции перекроют, чтобы создать там пешеходную зону. Подробная информация о перекрытии движения и изменения маршрутов городского транспорта городские власти опубликуют на сайте в ближайшее время. В прошлом году День города Воронежа отменили из-за пандемии коронавируса. Все мероприятия прошли в онлайн-режиме. Елена Цветкова, 41 канал. И это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и на нашем YouTube-канале. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!